Сегодня мы хотим поговорить о интересном культурном событии, которое скоро стартует в нашем городе. С 23 сентября по 2 октября состоится областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области. Называется он «Сцена-2018». За последние три года по инициативе губернатора Челябинской области он стал выездным, переехал из Челябинска в города области. Да, ну и более подробно о нем расскажет у нас гость у нас в студии Григорий Цукерман, первый заместитель министра культуры Челябинской области. Григорий Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Действительно, 29 фестиваль у нас стартует, 23 числа, официальное открытие 24 в городе Садка. По инициативе губернатора фестиваль стал не только выездным, для того, чтобы быть ближе к народу, что называется, чтобы люди, ну на самом деле, чтобы люди могли, простые люди, получить удовольствие от лучших спектаклей, потому что на этот фестиваль лучшие спектакли отбираются, которые были за несколько сезонов. В этом году еще одна особенность, совершенно неожиданная, она родилась в плане, во время подготовки к фестивалю, мы хотели, чтобы все творческие силы как-то объединялись вокруг фестиваля, и пригласили на фестиваль студию детского развития творческого, это правда, которая называется. Студия Хабенского. К фестиваля, которая существует в стране, ну, как говорят наши, она лучшая студия. Мы пригласили, ну, понятно, да, мы пригласили ее со спектаклем по Виктору Цою, мне кажется, это очень интересный спектакль для подростков будет. И пришла идея, что если мы делаем такой ход, то почему бы ни выручку, ни отправить, собственно, тоже куда-то фонд Константина Юрьевича Хабенского, все знают, что у нее есть благотворительный фонд, который поддерживает онкобольных детей. И тогда родилась идея, что вообще давайте ведем традицию Дня благотворительности на фестивале, в рамках фестиваля. Насколько я разбираюсь в профессиональном искусстве, в театральных фестивалях страны, такой практики не существует. Мы сделали такой слоган, там, живое, настоящее. Во-первых, искусство живое, во-вторых, оно настоящее тем, что оно не остается в стороне от проблем, и помогает на каждой, в каждой территории мы помогаем, решили помогать детям из этой территории. Итак, два фонда, один в Златоусте и другой в Миасе, куда будут деньги перечислены от показа спектакля. То есть у нас будет 26 сентября, день благотворительности на фестивале «Сцена», спектакль студии Константина Юрьевича Хабенского, всадки спектакль в Златоусте театра «Омнибус» и спектакль театра «Озерского золотой петушок» в Миасе. Так, смотри, Игорь Владимирович, значит, проходит фестиваль в трех городах области, да? Да, фестиваль проходит в трех городах, Златоуст, Садка и Миас. Ну, я, конечно, знаю, мы, смотри, мы знаем, что фестиваль каждый год берет... Мигрирует. Мигрирует по области, уже были в Магнитогорске, были... Вуфалей, Каштыме и Кослях. Да, а какие планы на сцену 2019? Да, дальше это будет юбилейная будет 30-я. Давайте мы сначала проведем... Восемнадцатую. Восемнадцатую, хорошо, подведем ее итоги, потом запланируем следующие территории. По-другому мы не умеем. Да, всегда, всегда выбор территории, это всегда очень ответственное дело, это же потому что... Это не из шляпы доставать, да? Нет, не из шляпы, потому что... Ну, конечно, площадка должна быть, конечно. Тоже ведется работа. У фестиваля есть вообще еще один такой эффект, который на самом деле не планировался, это инфраструктура, которая находится в территориях, потому что если на эту территорию приезжают театры, волей-неволей необходимо площадку к этому подготовить. Всем известно, что последний, вот как стал фестиваль, партнератом губернатора, губернатор приезжает на церемонию закрытия, значит, место, где это проводится, приводится в порядок, то есть волей-неволей есть такой, то, что называется в экономике, мультипликативный эффект, когда еще и инфраструктура меняется. Кроме того, что этот день благотворительности, символом, которым мы выбрали, вот это живое дерево и настоящее искусство, да, которое социально ответственно, не только бизнес у нас может быть социально ответственно, но и профессиональное искусство, мы решили, что еще мы будем эти деревья высаживать на территории, и в каждой территории в этот день, тем более, что вот осенний фестиваль позволяет это сделать с точки зрения агрономической всего правильности, хозяйственной, да, мы будем высаживать деревья. Кроме того, что есть спектакль, кроме того, что садил дерево, то есть все осталось родить сына, все классически, а помог какому-то сыну, да, то есть вот посадил дерево, показал спектакль. Спасибо вам большое, к сожалению, время, наша программа ограничена. Спасибо. Ну что, друзья, смотрим фестиваль с 23 по 2 октября в городах, приходим на спектакль, а у нас в студии был Григорий Цукерман, первый заместитель министра культуры Челябинской области. Да, ну что ж, а далее прогноз погоды, давайте узнаем, какую же погоду нам обещают синоптики. Продолжение следует...